Чеки! 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 Всем привет! Сегодня я хочу показать вам еще одну нашу классную обновочку. Совсем недавно я выкладывала фоточки и вы просили меня о ней рассказать. Это вот такой красивый и стильный рюкзак-переноска для животных. Мы очень любим кататься на велосипедах. В прошлом году вообще совершали огромные велопробеги на протяженные длинные дистанции. Мы ездили даже из Питера до Петергофа, а это порядка 50-60 километров туда и обратно. И всегда, когда мы едем куда-то на велосипеде, хочется взять Джекушку с собой. Но, к сожалению, не всегда получается это сделать. Опять же таки, по причине того, что у нас не было специальной удобной сумки, рюкзака именно для велопрогулок. Ведь, чтобы доехать до красивого парка, иногда приходится ехать какое-то расстояние по городу, по оживленным улицам. И, само собой, Джекушка не будет просто так бежать за нами по дорогам, по проезжей части и по тротуарам. Конечно же, на такие длительные расстояния, как в Петергоф, мы с Джеком не поедем, да и в такие парки с собаками не пускают. А вот в ближайший парк или даже на Джековстречу, теперь я сама могу спокойно взять Джека, не заморачиваясь на автомобиль. Ну и давайте же я покажу и расскажу, что же это за рюкзак. Это бренд Триол. У них есть разные расцветки подобных рюкзаков. Вертолет, железный человек, человек-паук. Но так как нам очень близка морская тематика, мы выбрали именно желтую подводную лодку Yellow Submarine. Я видела в зоомагазинах похожие рюкзаки и меня не устраивало, что у них передняя вот эта вот стенка, это именно пластиковый, какой-то пластмассовый корпус. А это уже утяжеление самого рюкзака. А вот у этого рюкзачка передний каркас тоже жесткий, но он не пластиковый. Поэтому рюкзак достаточно легкий. Вес самого рюкзака всего 1 килограмм. А это очень важно, так как вам будет не так тяжело, если в рюкзаке будет находиться еще и питомец. Именно вот эта модель, вот эти вот модели рюкзаков рассчитаны на вес собаки примерно до 8-9 килограмм. Нам очень повезло, что в отличие от многих Джек Рассел Терьеров, Джекушка у нас достаточно компактный и небольшой песик. Он весит всего 7 килограмм. В принципе, для Джек Рассел Терьера это как раз и есть стандарт породы. Так что рюкзачок отлично пришелся нам в пору. Очень прочная ручка, то есть я поднимаю рюкзак вместе с собачкой и ручка нигде не оттягивается и видно, что она не порвется. Мягкие, удобные и такие же прочные лямки, которые можно отрегулировать, подтянуть. И вот эта вот задняя часть, спинка, тоже мягкая. Это значит, что вам будет комфортно и не жестко нести его на спине. Сбоку есть специальный кармашек, сеточка для аксессуаров. То есть туда можно положить какую-то рулетку, мешочки, бутылку с водой. Ну а чтобы питомцу не было жарко, в рюкзачке вот здесь предусмотрены специальные отверстия для вентиляции. И вот здесь сбоку, внизу, сеточка для циркуляции воздуха. Материал рюкзака достаточно прочный. Это что-то типа Оксфорда, но это значит, что ткань будет устойчива к царапкам и к острым коготочкам. Ну а чтобы хвостик не провалился, вот здесь внизу предусмотрена специальная плотная донца. Очень удобно, что во время путешествия песик может наблюдать за происходящим. Для этого предусмотрен специальный панорамный иллюминатор из прозрачного пластика. Посмотрите, Джекушка в рюкзаке как настоящий подводник, который смотрит в иллюминатор своего батискафа. Вот этот иллюминатор съемный, он легко вот таким образом откручивается. И если собачка более или менее привыкла спокойно находиться в переноске, можно в принципе люк вообще не надевать. Но для безопасности, чтобы у шалопопа не возник соблазн выскочить, все же лучше его пристегнуть. Для этого в рюкзаке есть специальный ремешок с карабином. Просто пристегиваете песика и он спокойно едет и смотрит по сторонам. Рюкзак открывается с двух сторон при помощи замков, то есть усаживать питомца будет достаточно просто, без особых усилий. Усадили и просто закрыли замочки. В общем-то очень удобный и практичный рюкзак, мне он очень понравился. И не обязательно его использовать только для велопрогулок. Можно питомца перевозить в нем на дачу, в ветеринарку, на груминг и даже в метро. Кроме того, также очень удобно, что рюкзак не нужно тащить в руках, просто одели его на плечи и нагрузка распределилась по всей спине. Вот вес джека вместе с рюкзаком примерно 8 килограмм. И я хочу сказать, что мне вообще было не тяжело его нести. Руки свободны, то есть можно взять еще какую-то сумку, либо же легко и просто катить велосипед. Кстати, рюкзак можно носить как на спине, так и спереди, что тоже очень удобно. Мы уже испытали рюкзак в действии и я хочу отметить, что лично я бы немного модернизировала, то есть внесла коррективы в некоторые детали. А именно, вот мне бы хотелось, чтобы в люке были несколько дополнительных отверстий для еще большего притока воздуха. Вот как раз как на этой модели. И плюс, мне кажется, было бы неплохо, если была бы предусмотрена еще одна дополнительная съемная сеточка. То есть можно было бы снять вот эту вот пластиковую полусферу и вместо нее одеть на отверстие сеточку. Когда на улице очень жарко, то с сеткой собаки, мне кажется, было бы более комфортно дышать. Но, в принципе, все эти запчасти съемные и при необходимости можно дополнительно прикупить и сетку, и другой дополнительный люк. Ну а в сильную жару, честно говоря, вообще лучше на улицу не выходить, чтобы и самим не изнывать от жары и собаку не мучить. Ну вот такой красивый, удобный рюкзак теперь есть у Джекушки. Теперь будем брать его с собой на велопрогулки, и он меньше будет оставаться дома один. Хотя, в принципе, он и так у нас очень редко остается один дома.